Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». С вами ее ведущая Анастасия Белоногова. И сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Аксилот» Алексей Тимашов. Добрый день! Алексей, несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок IT только растет в России и чувствует себя при этом довольно уверенно. Мы хотели бы поговорить с вами о том, как посредством умного склада можно сократить издержки и как раз-таки повысить эффективность своих бизнес-процессов в компании. Но для начала буквально несколько слов для наших телезрителей о том, что это за компания «Аксилот» и чем вы занимаетесь. Спасибо. Давайте расскажу. Компании уже в следующем году будет 20 лет. Создали мы ее в 1998 году. Тогда мы еще не делали такой уклон в сторону логистических проектов. Это пришло чуть позже, в 2002-2003 году. На текущий момент мы являемся лидерами в части автоматизации складских и транспортных бизнес-процессов. По некоторым рейтингам, которые публикуются в стране, мы держим где-то 28% рынка в деньгах по автоматизации складской логистики. Существенная доля. Да, это не предел наших мечтаний, ожиданий. То есть рынок только растет? Во-первых, и сам рынок растет, и наша доля растет на этом рынке. То есть, конечно, целевые показатели у нас выше. Тема интересная, тема логистики в нашей стране, в нашей огромной родине, с такими колоссальными пространствами, расстояниями, она крайне важна. Вы сказали про сложную экономическую ситуацию. Понятно, что в такой ситуации, как сейчас, компании стремятся действительно сократить свои издержки. Логистика для многих наших предприятий, она является существенной долей стоимости. Существенная доля стоимости. Это, с одной стороны, обусловлено теми же самыми низкой плотностью населения, большими пространствами, но в первую очередь это обусловлено именно низкой эффективностью. То есть на текущий момент доля, отдельная доля затрат на логистику в стоимости продуктов. Неоправданно? Ну, где-то в два-три раза выше, чем в европейских странах. Причем даже если сравнивать не Дальний Восток, где там на колоссальные пространства всю Европу. Где продукты в два раза дороже, чем в Москве. Да, да. Даже если взять просто вот московский регион, там много денег, много людей, большая плотность населения, все равно доля затрат на логистику существенно выше, чем в европейских странах. Ну, в западноевропейских странах. Вот, соответственно, возможности повышать эффективность очень много. И наш бизнес, собственно, и стремится с помощью проектов автоматизации эту эффективность повысить. Алексей, а что сейчас происходит вот на этом рынке, да, автоматизации, вот именно как раз-таки логистических услуг? Это конкурентный рынок? Это очень конкурентный рынок. Хотя там на первую пятерку компании приходится больше 70%, это рынок. Все равно количество игроков, их там больше 60. Для этого размера бизнеса, размера рынка, это много. А какие на сегодняшний день задачи перед вами ставят ваши заказчики? Ну, чего хотят? Ну, они хотят, естественно, сокращение затрат в ключевых своих процессах. В первую очередь складская, там, ну и транспортная логистика. То есть для них это повод, ну, для многих склад становится, во-первых, проблемой с точки зрения развития, просто ограничителем развития. С другой стороны, это слишком большие затраты. Поэтому первая цель... А на что там основные затраты вот у них будут? Если говорить про затраты, то можно разные категории. Понятно, это прямые затраты, связанные там с арендой избыточных складских площадей, заработная плата избыточного персонала. Но это только одна сторона. А для многих компаний существенная доля затрат, которая идет от складской логистики, она связана с другой стороной этих затрат. А именно, большие штрафные санкции со стороны клиентов за не вовремя поставленный товар, или за, там, не в том количестве, не в том качестве, или вообще не тот товар. Это огромный... Особенно, если говорить про западность. То есть у тебя огромные склады, ты, в принципе, не представляешь, где у тебя что хранится, и наверняка это очень частая проблема, когда... Это частая проблема, но даже если представляешь, ты можешь, например, не достать, или достать не тот срок годности. То есть сейчас же клиенты, если говорить о дистрибьюторских компаниях, они очень стали требовательны. Они быстрее развивают все же самые розничные сети у них. И они, соответственно, выставляют очень жесткие требования к сервису, в том числе и по поставке товара. Там большие затраты у наших клиентов, у кого такие склады идут. С другой стороны, эта проблематика и, соответственно, затраты, издержки, это связано с тем, что просто не могут отгрузить нужный объем. То есть клиент готов брать, а физически отгрузить не можем. И узкое место является складом. Это там потерянная прибыль. Алексей, а вот какие сейчас наиболее развивающиеся отрасли, которых большие склады, и которые как раз-таки нуждаются в автоматизации? Видите какое-то конкретное направление, какой-то отрасль? Ну, вообще сейчас можно сказать так, что практически все отрасли, у кого есть в принципе склады... Например? Смотрите, если сейчас последние 2-3 года наиболее активные отрасли, которые, как наши клиенты, растут, это, конечно, агропромышленный комплекс. Безусловно. Да, но они в принципе растут. Сегодня как раз-таки слышал в одной из программ, что зерна мы вообще в этом году столько собрали, что и выдевать некуда. Хранить-то где-то нужно. Ну, с одной стороны, да, надеюсь, они у нас будут увеличиваться в это производство мяса. Это гораздо более высокий передел. Соответственно, вот там как раз мясопереработка, вот там хорошая клиентская база наросла молочная, сыродельная. То есть это вот хорошая отрасль, которая резко выросла, вот именно потребность в наших услугах. С другой стороны, например, машиностроение. Это вот последние 2-3 года очень резко растет вот эта вот отрасль для нас как клиента, вот наши клиенты, это машиностроение. А как вы считаете, с чем это связано? Ну, машиностроение, в первую очередь, оборонка, это импортозамещение, и большие вложения идут в техперевооружение. Соответственно, в том числе и в логистику, в том числе и переоснащение складских комплексов, соответствующая автоматизация. Вот, опять-таки, они же тоже сокращают издержки, им не только нужно там осваивать бюджеты, нужно повышать эффективность. А это один из вариантов. У нас проект сейчас завершился, в первую очередь, проект в Волонгденском вертолетном заводе. Вот как раз у них одна из там программ, это связанная с техперевооружением складских комплексов. Но это там один из множества примеров, на самом-то деле. А так все отрасли, это и 3PL-операторы активно растут, и традиционная дистрибуция, и алкоголь, и даже фэшн-ритейл. Понимаете, даже те, кто плохо себя чувствует, у кого сокращается спрос, их рынок сокращается, они вынуждены бороться за сокращение издержек. Вы коснулись такой темы, как импортозамещение. У нас сейчас активно ведется эта программа, и санкции на нас только увеличивают и увеличивают. Поэтому такая популярная тема. Вас она как-то коснулась? Ну, она, наверное, коснулась больше психологически. То есть это в какой-то степени, ну, государство вспомнило, что есть отечественная IT. И как бы вроде хотя бы на уровне там слов пошла поддержка. Хотя не только на самом деле на уровне слов, там есть много других вещей. Конечно, импортозамещение нам сыграло на руку. Потому что часть компаний, они все-таки не вынуждены были отказаться от западного, ну, я говорю про программу, вообще западного программного обеспечения. С оборудованием там, конечно, сложнее. Вот, но это больше все-таки действительно такое вот, ну, слова маркетинг, моральная помощь. Потому что все-таки клиенты стремятся выбирать не по принципу западное или российское, а в первую очередь по поводу этой эффективности этого программного обеспечения и стоимости. А как клиент на деле видит эту эффективность? Ну, вот понятно, да, вот мы говорим, что это автоматизация, это сокращение издержек. Ну, а вот есть какой-то конкретный пример? Сократили на столько-то, столько-то? Да, конечно. Ну, я вот один из моих любимых примеров, моих любимых клиентов от компании Карла Пазолини. Мы много лет с ними работали, автоматизировали много складов, и у них четко. Во-первых, когда автоматизация склада, это в отличие от автоматизации бухгалтерского учета, там очень легко посчитать эффективность. Ну, там, я не знаю, там было столько людей, стало столько людей, да, там, выработка на человека была, там, такая, там, я не знаю, стало в полтора раза выше. Вот, поэтому, если по Карлу Пазолини, они вот, когда запускали им новый склад, там порядка 30% сокращения персонала, при том, что объем отгрузки не уменьшился. А сколько, вот если у них так в численном, знаете, вы сотрудников раньше работали? Смена у них была в смену порядка 50 человек, но стало, соответственно, порядка 30% меньше. Причем они естественным образом там вымывались, да. И даже если не происходит сокращение прямого, например, персонала, обычно рост происходит в выработке на единицу человека. То есть те же самые штатная численность может обрабатывать больше, там, заказов, больше строк заказов. Поэтому в любом случае клиент получает эффективность. Но, как я в самом начале говорил, это не единственный критерий эффективности автоматизации склада. Там чисто на фонде оплаты труда купить проект не всегда можно. А какие еще критерии вот окупаемости? Ну, у нас даже есть там специальная методика, то есть, по которой мы считаем проект окупаемости. Там множество параметров. Это и вот прямые параметры, связанные с фотом персонала, с складскими площадями, там. Ну и также вот это уменьшение штрафных санкций, уменьшение потерь от просроченного товара и множество других. Там порядка 20 параметров, которые считаются для того, чтобы считать стоимость, ну, окупаемость проекта. Но в любом случае, хорошая такая окупаемость проекта считается от 9 до 12 месяцев. 9-12 месяцев. Ну, это, в принципе, наверное, недолго, да? Хорошая рентабельность, получается, на вложение. Очень хорошая рентабельность. А клиенты активно сейчас смотрят в эту сторону, Алексей? Или приходится их как-то убеждать? Есть какой-то психологический барьер, что нет, лучше у нас пусть 50 человек работает, зато ничего нового по старинке, мы все сами достанем. Нет, сейчас очень легко клиенту рассказывать, зачем это нужно. Потом вы говорите, вот там 50 человек, а где эти 50 человек взять-то? Есть некоторые проблемы не только что, а физически нет людей. Особенно вот построили большое количество складских комплексов вокруг Москвы, а они все испытывают потребный вот именно у них недостаток персонала. Просто их физически. То есть, с одной стороны, может быть, и хотелось бы взять эти 50 человек, а выбора нет, поэтому это, конечно, автоматизация, какие-то элементы механизации, автоматических складов. Это, конечно, все тоже происходит. Поэтому с клиентами легче стало общаться. Они это уже понимают, все-таки эта тема, и там много литературы на это выпускается, и много мероприятий, люди уже понимают, зачем это нужно. А внутри компании кто вот этот человек, который понимает, что действительно нужно? Это, как правило, генеральный директор? Или это какой-то управляющий именно складом говорит, «Слушайте, внедрите мне вот эту систему», и приходит к своему генеральному, говорит, «Я тебе говорю вот так, вот так, вот так, мы сократим издержки, мы повысим эффективность». Ну, я могу сказать так, начальный склад редко приходит к такому, потому что определенным образом система автоматизации склада, управления складом, она снижает, скажем так… Его оклад? Его не оклад, но потребность и зависимость от этого человека, она, конечно, резко снижается. Поэтому, если говорить про SMB-бизнес, основной заказчик для нас, это, конечно, высшее руководство, генеральный директор коммерческих, директор по логистике. То есть они как раз-таки уже могут просчитать и увидеть эту эффективность. Да, для них это эффективно. Если говорить про крупный корпоративный клиент, там, в первую очередь, конечно, директоры по логистике. Ну, там, где они есть. У кого-то это руководители складского хозяйства, в зависимости от того, какая штатная структура. Все-таки то, что мы делаем, оно приводит к нас, существенно снижает зависимость от персонала. Поэтому те люди, которые непосредственно работают на складе, они не всегда счастливы от подобного рода проектов, ну, от результатов этих проектов. Алексей, немного такой провокационный вопрос. И как вы считаете, искусственный интеллект может полностью заменить вообще работников склада и начальников склада? Во-первых, уже существуют такие склады и в России, где там людей совсем-совсем мало, скажем так. Они полностью автоматически механизированы. Совсем, наверное, полностью интеллект на 100% не вытеснит, но уже сейчас... Постараться может. Уже даже сейчас, даже когда мы говорим про традиционные автоматизацию склада, внедрение в МС-системы, даже где есть люди, этот человек становится все-таки скорее биороботом. То есть, да, он выполняет команду, но команду ему дает система. Куда пойти, что взять и куда отнести. Ну, поэтому, да, следующий шаг, это, конечно, будет замена людей. Там, где это выгодно опять-таки. К этому все идет. Алексей, спасибо большое. Мы вынуждены с вами ненадолго прерваться. Дорогие телезрители, рекламная пауза. И снова здравствуйте. Мы продолжаем программу технологии для бизнеса. С вами ее ведущая Анастасия Белоногова. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Аксилот» Алексей Тимашев. Алексей, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. До рекламной паузы мы с вами поговорили о том, как умные склады сокращают издержки и вообще автоматизируют весь бизнес. Алексей, а насколько длительный этот процесс по внедрению? Ну, большинство проектов, скажем так, 80% проектов, которые мы делаем, укладывают в сроки от 4 до 6 месяцев. Конечно, бывают там экстремальные проекты, когда требуется, ну, хотя бы в каком-то виде запустить автоматизацию склада там за полтора-два месяца. Это зависит от масштаба бизнеса, от количества товара на складе? От чего это зависит? Это зависит очень, ну, от многих фактов. Конечно, масштаб самого склада. Сложность бизнес-процессов, это в первую очередь. Второй момент – это готовность самой компании к этому процессу. Внутренних трений или внутренние взаимоотношения. Насколько у компании есть опыт внедрения подобных уронных систем? Потому что если это первый раз, это всегда дольше. А с чего обычно начинается автоматизация склада? Разработки технологии работы. То есть как он, в принципе, должен работать. Потому что просто автоматизировать как есть – это невозможно. Это связка технологий и уже инструменты автоматизации, которые потом эту технологию перекладывают в систему. То есть каждый конкретный бизнес нужно разработать свою модель, потому что не работает, да? Там машиностроение с фарвой, к примеру. Не, не работает. А можете рассказать вот примерно, как это выглядит, да? Чтобы мы понимали, как это коробки как-то чипируются, что происходит? Ну, они, конечно, в основном не чипируются, хотя технология RFID, вот от чипов, она также в некоторых процессах применяется. Но чаще всего, если говорить про идентификацию, это, конечно, штрих-кодирование традиционное, которое мы там во всех супермаркетах видим. Но задача как? Вот что автоматизируется на складе? Автоматизируется все процессы с момента, как машина въехала с грузом на территорию товаров, на территорию склада. Пустая машина? Нет, сначала она привозит, заводит товар на склад. И заканчивается, когда машина с товаром уезжает. Вот этот процесс. То есть, соответственно, мы должны там управлять, это сказать, система должна сказать, куда машина. Давайте возьмем какую-нибудь конкретную отрасль, может, какой-то пример, и прям разберем его подетально, чтобы наши телезрители понимали, как это работает. Ну, давайте на примере Карла Пазолини, да, там, как происходит. Да, у них приезжает, они заказывают, как где-то там в своих системах других, в ERP-системах заказывают товар, в основном за границей, естественно. Вот приезжает машина. Заранее склад получает информацию, система о том, что в такой-то день приедут, там, машина с таким-то грузом. Вот машина приезжает на склад. Система говорит, каким воротом подъехать. Подъезжает. Дальше товар начинает разгружаться. Дальше могут быть, соответственно, происходить процессы. Маркировки штрих-кодом, если он на заводе, нет маркирован. Переупаковка. А могут уже на заводе маркировать? Это сотрудники или это тоже ваша система? Нет, это делает, ну, это же, там, множество поставщиков, которые поставляют. Они сами своим системой маркируют. Главное нам знать. Кто что промаркировал. Кто что промаркировал. Вот, но, к сожалению, во-первых, они не всегда правильно маркируют, не все маркируют. Поэтому необходимо на складе производить какую-то дополнительную перемаркировку, если это требуется. Дальше, соответственно, может потребоваться переупаковка. Когда там из коробок вынимается, потом в коробке загружается, раскладывается на палеты. Потому что как-то повредили при перевозке? Нет, потому что могли привезти машину коробок навалом, а у нас на складе палеты. Надо аккуратнее коробочки разложить на палеты, аккуратно обмотать стреч-пленкой. Потом же там система дает команду. Подъезжает погрузчик, берет эту палету и везет на склад. Он уже знает, куда. Он приезжает, ставит, фиксирует, что все, он поставил. А в какой-то определенный момент возникает потребность товара. Ну, например, магазин делает заказ на какой-то склад. Или там есть централизованная новая коллекция, уже там на уровне правильной системы. Она говорит, так, во все наши десятки магазинов должны поехать такой-то набор. Подается команда на склад. Формирует задание, которое там человеку с терминалом сбора данных или погрузчику он берет, он понимает, куда пойти, какой проезд, к какому стеллажу, с какого яруса взять. То есть ему уже не нужно каждую коробку проверять, те ли это туфли. Да, главное, человек, во-первых, вот главный принцип, чтобы человек на складе не думал. Как только человек на складе начинает думать, на складе начинаются ошибки, да, проблемы. Поэтому чем меньше думает, тем лучше. Соответственно, должен просто выполнять команды. Подойти, взять, положить на палету, палету отвезти к воротам, там, где могут быть уже дальше переупокой, готовить к отправке уже на машину. То есть весь этот процесс, каждое любое перемещение товара на складе, за это отвечает система. Она говорит, что сделать. Человек всего лишь выполняет. Алексей, а с какими трудностями сталкиваетесь при автоматизации склада? Есть ли какие-то барьеры? Ну, если говорить про трудности, это, конечно, именно в первую очередь трудность готовность самой компании к этому. Во-первых, это любая автоматизация, если она делается по-правильному, это перестройка бизнес-процессов. То есть компания готова принять изменяющийся бизнес-процесс. Первое сложность. Второе сложность, конечно, персонал, работающий на складе. Очень часто мы сталкиваемся... Трудно их обучить? Саботаж, скорее. Скорее в этом. Но, опять-таки, они теряют власть. Раньше они были незаменимыми, без них было плохо, они получали больше денег. Тут зачастую можно... После внедрения ВМС-системы требования к квалификации персонала снижаются, а значит, стоимость его снижается. Есть ли какие-то риски, которые может потерпеть компания, автоматизируя свой склад? Да, конечно. Если... Ну, во-первых, первый риск, это, как любое новое, оно может связано быть с какими-то проблемами и ошибками в период запуска. А что такое ошибка или проблема на запуске склада? Да, расскажите. Ну, это очень просто. Это значит, что склад может не отгрузить то, что должен отгрузить, или не принять, или в меньшем объеме. А это прямые затраты, прямые убытки компании. Поэтому, естественно, понимая эти риски, мы первое стараемся убежать заказчика не запускать автоматизацию склада в период пиковых отгрузок, например, в сезон. Если это невозможно по каким-то причинам, то мы готовим целый ряд мероприятий, которые эти риски снижают. В том числе и для того, что мы ставим своих специалистов, которые помогают в период запуска более четко отрабатывать. Зачастую какие-то разрабатываем параллельные схемы для того, чтобы в случае какой-то критичной проблемы, чтобы склад мог выполнить свою задачу. То есть все для того, чтобы снизить эти риски. Потому что это прямые издержки. Хотелось бы еще затронуть такую тему, как работа 24 на 7. Работает ли склад в этом режиме при автоматизации? Или это трудность? Нет, это сейчас становится нормой работы 7-24, потому что это связано, если говорить про московский регион, это, конечно, тема транспортная. Потому что только ночью и ранним утром у нас более-менее можно спокойно проехать. Проложить себе маршрут и понять, во сколько ты будешь. Да, многие отгружают товар, стараются там либо ночью, либо рано-рано утром. Для этого склад должен работать круглосутки, чтобы это все выполнять. Но если у тебя большая компания, огромный склад, возможно ли загрузить только утром и только вечером? Ну, они же не простые доставшие, они могут собирать эти заказы, или перепаг переводят. Но, естественно, могут быть какие-то отгрузки в течение дня. Но это вопрос уже каждого конкретного бизнеса. В любом случае, для того, чтобы эффективно использовать, в том числе и складские площади, и удовлетворять своих клиентов, многие наши клиенты переходят на режим 7.24. А что это значит для системы автоматизации? Первое, она должна быть настолько надежной, чтобы работать 7.24. То есть у вас, когда при режиме работы склада 7.24, не остается практически технологических окон для проведения работ с информационной системой. Второй момент — это поддержка. Понятно, что заказчик не горит желанием устроить у себя полноценную поддержку информационной системы режим 7.24. Это много людей, и это стоит дорого. Они стремятся это взять, все-таки отдать на аутсорсинг. И мы такой сервис клиентам оказываем. То есть у нас как раз вот служба, люди работают там посменно в круглосуточном режиме 7.24 и отслуживают наших клиентов. Для клиентов получается дешевле. Чтобы с утра до вечера у них была поддержка. Да, в любой момент с гарантированным сервисом, то есть клиент мог обратиться, и мы могли решить его проблему. А какие чаще всего возникают проблемы? Ну, например... С чем звонят вам? Ну, звонят очень просто. Я не знаю, там система выдала задание, мы пришли, а товара там нет. Что нам в этом случае делать? Просто там нет старшего по смене. Или там на терминале что-то зависло, на терминале сбора данных, мы не знаем, что сделать. Или нужно перенастроить правила отбора товара. А их старшего, там человек, который у них, например, в обычном, он работает только днем, он не может сейчас сделать. То есть обычно он оказывает им эту помощь, он знает, что делать. Да, он знает, он работает у них на складе, а тут его нет. И мы должны это сервис оказать. Любой технический сбой. Потому что, понимаете, заказчику все равно, что у него сломалось, по какой причине? У него не работает. Это может быть проблема с сервером, проблема с Wi-Fi, проблема с терминалом, проблема с системой. Но он теряет деньги. Он теряет деньги, поэтому он хочет в одно место обратиться, чтобы ему все это исправили. То есть вы такую поддержку можете им оказать, и они могут быть уверены в том, что если вдруг у них произошел сбой ночью, им наверняка окажут поддержку, и они не потеряют свои деньги. Ночью, как у нашего одного из клиентов, ночью, 4 января, когда все нормальные люди отдыхают, он отгружал куда-то свои товары. Да, они отгружают. Магазины же работают. Никого не волнует, что у кого-то праздники выходные. Логистика должна работать всегда, без остановки. А наша задача, чтобы мы помогать, чтобы этот процесс происходил. Поэтому мы с гарантированным уровнем сервиса такую поддержку оказываем. Алексей, а кому выгоднее внедрять такие системы? Крупным компаниям или маленьким тоже, в принципе? Ну, на самом-то деле, это начиная от SMB бизнеса. Все-таки это не только возможность крупного бизнеса себя автоматизировать. Мы, например, у нас в штуках 80% клиентов это SMB бизнес. А что вы подразумеваете под крупным бизнесом? И что под SMB? Ну да, SMB, да. Значит, да, ну, конечно, таких жестких критериев SMB нет. Ну, наверное, это в первую очередь компании, которые могут тебе позволить бюджет проекта в несколько миллионов рублей. То есть такая система стоит примерно несколько миллионов рублей? Да, от 3 до 5 миллионов рублей. Это первый момент. А второй момент, если говорить про... Ну, просто площадь склада не совсем корректа, но если говорить про просто про торговую компанию, это площадь от 2000 квадратных метров уже имеет смысл использовать ВМС-систему. Если говорить про крупнокорпоративных в первую очередь клиентов, там у них может склад небольшой быть, но там скорее взаимоотношения более сложные, там надо с это работать. Но, хотя для них это деньги несущественные, там эти несколько миллионов рублей. У нас, кстати, отличие вот рынка российского от, например, западного. У них это все-таки, у них это стоит дороже, и поэтому там это могут себе позволить... Только компании гиганты? ...средние и крупные. Там у них вот малый бизнес, редко является пользователем ВМС-систем. В России, ну, так получилось. Там мы, в том числе, у нас и наша заслуга есть. Мы старались это сделать подобного рода системы более доступными, чтобы вот именно охватить еще и малый бизнес. Ну, поэтому у нас и делается в среднем 80-100 проектов в год. Мы это делаем. Алексей, а от чего зависит вот стоимость конечной автоматизации бизнеса? От масштаба все-таки? Ну, там много факторов. Много третерий. Ну, конечно, это... Можно там основные там назвать, да, там это и, конечно же, площадь склада, количество людей, режим работы, количество номенклатурных групп, интенсивность работы склада, сложность бизнес-процессов. Но, опять-таки, у нас есть специально там анкета, специально так называемый, мы называем это калькулятор, который позволяет нас прогнозировать сроки бюджета проекта, вот внося информацию по этим параметрам. Прекрасно. Алексей, в завершении нашей программы у меня остался один последний такой короткий вопрос. А влияет ли как-то автоматизация склада и сокращение издержек, да, вот на конечную стоимость продукта? Ну, она помечная... Вообще наблюдаете или нет? Ну, я могу сказать так, она по меньшей мере влияет на рентабельность работы бизнеса, значит, соответственно, у клиента, получив клиент, он получает... И он имеет, может быть, возможность более гибкого, может расширить свой рынок сбыта. Я могу сказать так, не буду называть это компанией, потому что мы еще не выпустили пресс-релист, но он выйдет. Но снижение издержек в части логистики, например, позволило им выпустить продукт, конкурирующий с китайцами, например. Ну, я считаю, это прекрасная возможность. Да, это уменьшение себестоимости у них в том числе позволяет расширять их рынки сбыта. Поэтому... А мы, как потребители, ну, во-первых, все-таки мы живем в России, надо стараться покупать российское, по меньшей мере, по возможности это делать, а для этого должны предложить. Мы снижаем издержки для нашего бизнеса. Алексей, спасибо вам большое. В эфире была программа технологии для бизнеса. В гостях у меня был Алексей Тимашов, а вела программа Анастасия Белоногова. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Анастасия Белоногова